всем привет рада вас приветствовать и опять же таки возвращаемся к тематике хэллоуина и я подготовила для вас еще один не менее интересный и быстрый вариант дизайна ногтей что нам для этого потребуется черный гель-лак первое что мы делаем покрываем типсу данным цветом цвет нам необходимо положить максимально плотным слоем так как потом мы будем его перекрывать матовым топом и уже на матовом топе будем делать сам дизайн после того как перекрыли типсу цветом отправляем в лампу сушиться следующее что мы с вами делаем после того как просушили черный цвет мы его перекрываем матовым топом на типсе можно не перекрывать топом без липкого слоя но в жизни если вы делаете это клиенту либо же себе я вам советую перед матовым топом перекрыть его любым другим топом либо то ли с липким слоем то ли без липкого слоя так как матовый топ все же у нас слушает как декоративный слой и для того чтобы защитить наш цвет лучше перекрыть тонким слоем топа с липким или без липкого слоя перекрыли матовым и снова оправляем лампу сушиться после того как мы просушили матовый топ если у вас есть липкость на топе мы ее обязательно снимаем и затем следующим этапом что мы будем делать это берем черную гель краску и на нашей тексе прорисовываем паутинки примерно как вы это видите как вы хотите это видео так и рисуете какой-то определенной схемы прорисовки паутины тут нет главное чтоб у нас было что-то похожее на саму паутина когда мы наставили определенное количество полосок если вас устраивает этот результат отправляем снова в лампу сушиться пока наша паутинка просыхает мы с вами далее чтоб еще более ее выделить смешиваем топ без липкого слоя с белой с белым гель лаком или краской как кому удобно будем еще поверх черной паутинки прорисовывать полупрозрачная белая берем нашу типсу и добавляем еще белых паутинок рисуем очень быстро так как топ успевает немножко растекаться можно даже вот такими вот движениями быстрыми быстрыми шлахистыми вот примерно так и отправляем снова на финальную просушку после того как черный цвет наш просох я беру вот такой вот обычный спонжик для теней и макая в белый гелак такими вот набивистыми движениями делаю подмалевок под основу нашего паука делаем это в несколько слоев для того чтобы потом когда мы будем прорисовывать паука нашего его хорошо было видно поочередно слои просушиваем в лампе буквально несколько секунд для того чтобы цвет закрепился и еще добавляем белого зафиксировали белый цвет и если вам необходимо то немножечко можно добавить еще по контуру черным если вы видите что где-то лишнего переборщили с белым вот так вот у нас получается основа для паучка теперь это все дело просушиваем хорошенько чтобы потом делать уже рисуночек поверх того что мы набили итак просохла наша основа теперь берем черную гель краску и начинаем рисовать самого паука пока 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 не пока 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 я пока 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 Сдавая ему тени. На данном этапе я делаю прорисовочку кисточкой рублёв-два-ноля. Она очень тонкая, достаточно и не длинная, и не короткая, и ей очень удобно рисовать мелкие детали. Снова просушиваем после того, как добавили тени. Затем берём немножко белого гейлака неразведённого стопа и в некоторых местах добавляем ещё блики белым цветом. Далее, когда уже просох наш паучок со всеми тенями, я ещё хочу добавить разведённых серебристых голографических блёсточек с базой на само тело паука. гейлака, чтобы его дополнительно ещё само тельце выделить и голову. делаем просушку. Как я уже говорила ранее, наш дизайн полностью везде всё просохло. Поглёскивает тельце нашего паучка. Сейчас я это перекрываю топом без липкого слоя. Сушу в лампе, а затем буду добавлять объём. Таким образом мы создаём эффект присутствия нашего паука на ногте и ко всему прочему у нас ещё получается выделить саму внутреннюю прорисовку и с помощью капли 3D топа, также выделить наличие самих блёсточек на его брюшке. Добавляем на ножки, лапки. Смотрим, всё ли нас устраивает. И отправляем уже на окончательную просушку в лампу. Итак, мы сделали уже финальную просушку нашего паука, просушили 3D топ. Дополнительно, чтобы его визуально выделить, я покрыла типсу вокруг матовым топом. Из этого наш паучок выделился ещё больше. Вот так он смотрится вместе с паутинкой. И можно сделать паутинку на одном ноготке потом, либо же на двух ноготках. Можно такую же часть паутинки добавить сверху к паучку, то есть поиграться и сделать дизайн уже на свой вкус. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.